Какой язык программирования учить не программисту? Казалось бы, достаточно сложный вопрос, поскольку зависит от ваших целей, языков очень много, нужно смотреть на разные особенности и тому подобное. То есть вопрос сложный, но на сложный вопрос есть простой ответ. Если вы вообще задаете этот вопрос, то учить вам нужно Python. Почему Python? Две причины. Потому что, во-первых, Python очень простой язык с точки зрения синтаксиса и правил, которые там используются. На нем легко начать писать, он очень похож на просто английский язык. Выучить его будет очень легко. Я рассказывал в отдельном видео, что Python можно изучить фактически за неделю. На таком неплохом стартовом уровне. Если вы до этого не учили никакой язык, то лучше начинать с чего-то простого. Python — отличный вариант. Вторая причина, почему Python классный язык для непрограммистов, потому что Python обладает огромным количеством библиотек, написанных на плюсах, работающих очень быстро и эффективно. Поэтому вам не придется изобретать велосипед в куче случаев, начиная от сортировки данных и заканчивая обработкой изображений и машинного обучения. Все уже готово за вас. Вы просто берете, подключаете нужную библиотеку и пользуетесь. Библиотеки — офигенная штука, потому что вам не придется изобретать велосипед. Вы берете готовый эффективный код, вставляете его в свою программу и пользуетесь на здоровье. И этот код покрывает огромное количество вещей. Таких библиотек не так много в других языках программирования. В Python же их огромное множество. Ими пользуются и крутые инженеры. А если вы только начинаете свой путь в программировании в Python, то воспользуются отличным готовым решением сам Бог велел. Теперь возникает вопрос. А зачем вообще учить программирование не программисту? Вполне резонный ответ на желание учить программирование заключается в том, что чтобы стать крутым программистом, нужно потратить много и много лет и много усилий. Если у вас нет такой возможности вложить много времени в изучение программирования, то, наверное, нет смысла это делать, потому что все равно в Google не возьмут, в Яндекс не возьмут, посредственных программистов и так пруд пруди. Да, если вы хотите перейти в программирование. Но если вы не хотите перейти в программирование, а лишь добавить себе новый инструментарий программиста в вашу текущую работу, то изучение программирования сильно поможет. Потому что инструментарий, который принесет программирование, он огромен и применим много где. Например, в обработке данных. Если что-то не лезет в Excel или в Excel слишком долго работает, или по какой-то причине неудобно обрабатывать, вам в помощь Pandas. Если вам нужно автоматизировать какой-то процесс, подготовку отчета, который вы делаете все время, или даже рассылку каких-то имейлов, вы запросто можете сделать это в Python. Кроме того, в Python сейчас даже делают программы, которые рисуют картины или создают музыку. Получается такой творческий процесс машины и человека. И часто это делают вовсе не крутые программисты, а художники, музыканты, которые заботали программирование немножко в Python, подготовились, изучили чуток машинного обучения и применили это в своей работе. Результат офигенный. Ну а насколько успешно применение Python в творчестве показывают недавние аукционы. Ну, в общем, вы же не спрашиваете, зачем учить английский язык? Вы же не собираетесь быть преподавателем английского языка или с переводчиками? Нет, не собираетесь. Но при этом английским языком вы пользуетесь очень много. Скорее всего, в работе, в путешествиях и тому подобное. Так вот, Python — это новый английский, который нужно использовать в работе точно так же. и который принесет огромную пользу, если им правильно пользоваться. И для этого необязательно быть программистом, достаточно выучить совсем несложные инструменты. Поэтому учите, и вам вас даст. Окей, ну а вы что думаете? Может быть, действительно все-таки не стоит учить программирование и тратить время, если вы не программист? Или стоит? Может быть, нужно учить какой-то другой язык? А может быть, всем нужно становиться программистами? Вряд ли, но все же. Поделитесь своим мнением. Мне очень интересно его услышать. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Подписываясь на наш канал, вы прокачиваете себе карму. Все, до следующего раза. Счастливо!